Забито Магомед Шарипова в конце лета, заявляет Нолан. Напомню, друзья, что Артега не выступал с тех пор, как уступил Максу Холлоуи во главе UFC 231, а Магомед Шарипов одержал победу над Джереми Стивенсом на UFC 235 не так давно, в марте. И вот как парни расположились в рейтинге, Брайан Артега на второй строчке, а Магомед Шарипов занимает шестую строчку среди полулегковесов в UFC. Если поединок их организует, то нас с вами ждет большая интрига, будет серьезная Рубилова. Лично мне интересно посмотреть, сможет ли Магомед Шарипов нокаутировать Артегу, а сделать то, как говорится, что не удалось Максу Холлоуи. Так что удачи ему, здесь надо побеждать, это уже по-серьезному, ждем официальный анонс. Джо Роган ну никак не хочет порадовать болельщиков Конора Макгрегора, снова он высказался и опять не в пользу Конора. Суть в том, что он уверен, что даже если Макгрегору дадут реванш с Хабибом, у Ирландца снова возникнут проблемы. У Конора всегда будут проблемы с Хабибом. Борьба Хабиба на таком высоком уровне, она настолько отличается, что он просто подавляет вас. Вы можете быть хоть на 200% уверены в своей защите от тейкдаунов, пока не столкнетесь с этим парнем. Кстати, друзья, об этом говорили ровно все бывшие соперники Нурмагомедова, что в октагоне они поняли, насколько он сильный в том, чем занимается с самого детства. Речь, конечно, о борьбе. Ну а эксперты не зря говорят, что это самая борьба Хабиба на другом уровне. Джо Роган отметил еще один момент, что у Конора могла пропасть мотивация к выступлениям, и что в поединке с Хабибом он выглядел не таким голодным до побед, как тогда, когда меньше зарабатывал и не катался на собственной яхте. С этим согласимся, и правда кажется, что Конору уже нечего доказывать, и он сам это понимает, хотя он и говорит, что без боев жить не может. Напишите, согласны ли вы с Роганом, сможет ли Конор подготовиться к защите от тейкдаунов Хабиба, и есть ли у него шансы на победу в реванше. Интересно ваше мнение. И в завершение выпуска давайте продолжим о реванше и поговорим о втором поединке кормье Меочич. Пожарный нормальный мужик, лично у меня вызывает только уважение. Ну а вот DC со мной в этом не согласится. Так и говорит, мне не нравится подход Меочича, просто я считаю, что он настолько хорош, что даже если бы дрался в этот год, все равно оставался бы претендентом, так что больше я не чувствую себя обязанным хорошо относиться к нему, заявляет кормье. Если кто не понял, он имеет в виду, что до боя с ним Степи был рад всем условиям контракта, потому что был уверен в своей победе, и после получил бы большой гонорар за бой с Лесснером. Но когда проиграл кормье, Степи стал недоволен тем, что ему не дают реванш, и стал везде постоянно об этом говорить. Ну а кто ему это запретит? А вообще все эти слова о кормье выглядят как начало раскрутки их поединка, будто бы кормье хочет создать видимость личного негатива к Меочичу. Пока что слабовато получается. Пишите, что думаете, друзья, ставьте лайк, если вам понравилось видео, и заходите ко мне в инстаграм голос ММА, там новости обновляются каждый час. И до скорого!